Три медали привезли воспитанники православного бойцовского клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре с открытого турнира по панкратиону, кубок главы города Пенза. Примечательно, что представителей Ульяновского региона было всего трое, но они смогли завоевать второе общекомандное место. Репортаж Дмитрия Гурина. Дворец спортов «Воиков» в Пензе – это громадное спортивное сооружение для всех видов единоборств. Поэтому организация турнира по панкратиону была на высоком уровне. Увы, но из-за эпидемии гриппа в разных регионах Поволжья приехать смогли не все желающие. Хотя, несмотря на малую численность участников, баталии на ковре получились захватывающими. Тем более, что это первый турнир по панкратиону в Пензе. Мы впервые проводим в пензенской земле соревнования по панкратиону и решили привлечь массовость, привлечь внимание к этому виду спорта. На данных соревнованиях присутствуют спортсмены, которые уже неоднократно были и победителями ПФО, и призерами России. Поэтому класс и уровень соревнований очень достойный и сильный. Кубок главы города Пенза – это шанс для местной федерации панкратиона сформировать сборную региона, пока организация находится на стадии становления. Среди тех спортсменов, которые проявятся себя, которые будут, ну, есть такие, знаете, самородки, которые сразу видно, он пойдет на очень высокий уровень, вплоть до профессиональных боев. Поэтому, да, мы такую цель ставим, отбор делать на федеральные, на российские, на европейские, на мировые чемпионаты. Иногородних спортсменов было немного, но они дали бой местным. Представители клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре сразу, что говорится, взяли быка за рога. Первым попал в финал Алексей Шибанов. Своего соперника, 13-летний уроженец Барышевского района, разобрал по этажам. Итог поединка – разгром со счетом 9-1. И у Алексея – золото. Двое других «Пересветовцев» – Алексей Шестопалов и Георгий Герасимов – немного недоработали в финальных схватках. Они не учли, что их оппоненты – базовые самбисты. И уверенно, доминируя в стойке, угодив в партер, оба, как под копирку, попались на болевой прием. Результат – одна золотая и две серебряные награды вполне устроил тренеров «Пересвета». Мы сразу согласились на участие в этих соревнованиях. Для нас это хороший опыт и подготовительное перед первенством привозка федерального округа. В совокупности я считаю, что в целом выступили нормально. Я рад. На награждении же выяснилось, что трое «Пересветовцев» заняли второе общекомандное место на этом турнире. А Алексей Шестопалов получил кубок за волю к победе. Возможно, что уже в ближайшие выходные соперники встретятся еще раз. В Казани 22 февраля стартует чемпионат и перенство Привозского округа по Панкартиону. Дмитрий Гурин ведет студию Барышевской епархии специально для телеканала «Союз».